В связи с этим на страницах Foreign Affairs идет такая большая дискуссия. Я уже несколько статей оттуда зачитывал. Тут по Украине, можно сказать, чуть ли не через день появляются новые статьи. И вот последняя статья, которая появилась буквально 20 июня, называется «Корейская модель. Почему перемирие? Лучшая надежда на мир в Украине». Я сейчас кину ссылку на нее, может, перевод сегодня поставлю. На хвыле, вот ссылочка на нее, вот, значит, сейчас, секунду, где эта статья. Так, так, так. Так, так, так. Да. Картер Малкосян написал ее. Вот. Там очень интересные, они проводят параллели с Корейской войной 1950-1953 годов. И вообще показывают, вот, очень глубоко погружают в контекст, как там Джо Уэллай летал в августе 1952 года в Москву, как разговаривал со Сталиным, передавал там от Моу Цзуду на послание, потому что стало очевидным, значит, в 1952 году, что, ну, в принципе, все. Огромные потери, которые несут и китайцы, и северные корейцы, и южные корейцы, с другой стороны, они не дают возможности достичь какого-то перевеса. И Китай уже тратил 50% своего ВМП на эту войну. Я думаю, многие из нас этого не знают. Ну, вот, это было действительно так. И, соответственно, стороны просто обессилели до такого уровня, что нужно было выходить какому-то, выходить на какую-то позицию. Причем, то, что это кровавый тупик, уже было ясно в середине 1951 года, то есть война продолжала, после того, как война продолжалась год. Вот, и вот тут они описывают вот эти все перипетии, этих переговоров там, и говорят о том, что, в принципе, вот эта ситуация, она имеет более чем мимолетное сходство, я просто буквально цитирую, с Корейской войной. И для всех, кто задается вопросом, чем это может закончиться, долговечность корейского перемирия, высокая человеческая цена и промедление с его достижением заслуживает внимательного изучения. То есть, они там описывают выше, что каждый раз, когда стороны заходили на подумать относительно того, стоит заключить перемирие или нет, то цена этого подумывания составляла 250 тысяч потерь, потом еще 150 тысяч, каждый такой промежуток. То есть, там реально были очень большие потери, миллион китайцев там погибло, они приводят цифры, что 4 миллиона корейцев, 10% населения. Ну, то есть, реально огромные потери. Так вот, по Украине пишут, параллели очевидны, в Украине, как и в Корее, 70 лет назад статичное поле боя, неразрешимые политические разногласия требуют прекращения огня, которое приостановит насилие и отложит на другой день острые политические вопросы. Перемирие в Корее позволило Южной Корее процветать под американскими гарантиями безопасности и защиты, отметил историк Стивен Коткин. Если бы подобное перемирие позволило Украине или хотя бы 80% территории страны процветать таким же образом, это было бы победой в этой войне, утверждает он. Переговоры, которые привели к заключению перемирия в Корее, были долгими и трудными и происходили одновременно с ожесточенными боями, прежде чем стоимость войны стала достаточно ясной, чтобы отклонить любую из сторон к компромиссу. То же самое, вероятно, было бы верно и сегодня. Корейский опыт также свидетельствует о том, что упрямство президента России Владимира Путина, который, как и Сталин, похоже, не приемлет никаких компромиссов, может быть особенно препятствием. Да, то есть там нужно понимать, что после того, как умер Сталин в 1953 году, 5 марта, официально, на самом деле раньше, то после этого оппозиции Советского Союза и Китая сразу смягчились, и еще спустя полгода уже они вышли на перемирие. Вот. И, кроме того, внутренняя политика США и разрыв между законными и отчетливыми интересами Вашингтона и Киева могут помешать прекращению огня. В тоящее время дебаты в Вашингтоне часто сосредоточены на вопросах о том, когда будет подходящее время, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам. И общий ответ, как правило, звучит пока нет. Корейская война показывает, что в военном тупике обоим сторонам может потребоваться очень много времени, чтобы ясно увидеть, что затраты на продолжение войны перевешивают выгоды. И к тому времени, когда они это сделают, много смертей и разрушений может произойти без каких-либо значимых преимуществ. Если США и НАТО и другие сторонники Украины действительно решают работу над прекращением огня, окончание Корейской войны преподнесет три практических урока. Во-первых, они должны быть готовы драться и говорить одновременно, используя давление на поле боя для обеспечения соблюдения требований за столом переговоров. Во-вторых, они должны включать, наоборот, организацию объединенных наций в любые переговоры, поскольку нейтральные арбитры являются преимуществом. Наконец, они должны обусловить будущую помощь в сфере безопасности и постконфликтную поддержку Украины и готовность Киева пойти на некоторые уступки. Полная победа Украины и Запада и полное поражение другой страны было бы долгожданным окончанием войны в Украине, как это было бы в Корее. И как в Корее такой результат сбивает с толку риск эскалации. Киев и Вашингтон и их партнеры по противодействию агрессии Москвы должны понимать, что перемирие, на которое могут согласиться и Украина, и Россия, даже если оно не урегулирует все важные вопросы, все равно будет победой. Ну вот, дальше там идет большое описание этой войны. Ну, короче говоря, почитайте статья, в высшей степени интересная для тех, кто хочет понять логику тех дискуссий, которые сегодня идут в Вашингтоне и под каким соусом они будут нам впаривать перемирие, я думаю, там спустя несколько месяцев.